Это только на первый взгляд фильм Андрея Прошкина «Житие святого». Религия здесь не главное. В центре повествования человек, пусть и в высоком сане. Митрополит московский и всея Руси Алексий. По легенде он был еще и чудотворцем, но его духовный путь тернист. Сомнение, отчаяние, неверие. Ну соверши чудо, отчет. Ну соверши чудо, стой. Стой. Забыл Бог чудо совершает, а не человек. Сюжет фильма «Святитель Алексей» зацепился за один любопытный эпизод из жизни священника. На поверхности рассказ о том, как Иван Калита отправил старца Алексея в Золотую Орду. В глубине попытка еще раз поразмышлять над проклятыми вопросами. Эта история все-таки интеллектуала. Максим один из тех актеров в сегодняшнем нашем кино, который может это играть. Герой Максима Суханова – добровольный невольник и разменная монета в политической игре. Но оказавшись на заклании, Алексей обретает себя. Чтобы спасти русские земли от набега, старец едет в Орду исцелять монгольскую царицу Тайдулу. Но чудо не происходит. Алексея бросают к колодникам. Там, в плену, он понимает главное. Только выдавив из себя раба, он может затворить чудо. Прошкин ведет своего героя к истине кружным путем. Получается притча о жертве. Человека, который ведет борьбу с земными страстями, Суханов сыграл и в фильме Владимира Мерзоева. Картина Борис Годунов – история о жертвоприношении наоборот. В отличие от святителя Алексея, Годунов начал движение не вглубь себя, а наверх, к власти. Но власть не пожалела его, выпустила свое ядовитое жало. Палач стал собственной жертвой. Так, вот зачем 13 лет мне сряду все снилось и убитое дитя. Палача Суханов сыграл в фильме Никиты Михалкова. Его Сталин – экспонат паноптикума. Не вождь, а восковая фигура. Зло съела Сталина изнутри, превратила в мертвяка. Живой труп хоть вершит судьбы, но давно завидует своим жертвам. Максим Суханов в каждой роли ищет причину, а не следствие. Он за точную метафору, а не за документальность. За подмену дежурных смыслов. Парадоксы ему важнее натурализма. Поэтому, благодаря игре Суханова, можно и тирана пожалеть, и святого возненавидеть. У нас в гостях актер Максим Суханов. Здравствуйте. 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 Скажите, Максим, насколько сложна была для вас эта роль? И прибегали ли вы к какому-нибудь духовному аскетизму, для того, чтобы войти в состояние, характерное для святого? У меня не было времени прибегать к аскетизму. Я, в общем, занимался разговорами с режиссером в основном. И читал сценарий. Все-таки роль священнослужителя вообще требует ли какого-то особого подхода, в отличие от любой другой роли, или не требует? Олегу кажется, что необходима какая-то сакрализация процесса подготовки к этой роли. Может быть, обряд экскетизма? Ну, я думаю, все зависит от человека. Кому-то, если это необходимо, то, может быть, это и нужно обязательно сделать. То есть, как чувствует актер? Кому-то, я знаю, обязательно нужно благословение священнослужителей, но это, скорее, мне кажется, какая-то психиатрия. Скорее, думаю, что важно прочувствовать драматургию, которую написал сценарист. А момент соприкосновения с иррациональным имеет какое-то значение? Или этот термин для вас незнакомый? Обязательно имеет значение, потому что он предполагает спонтанность, без которой невозможно никакая репетиция, и, я думаю, что никакая съемка, наверное, невозможно. Я бы даже сказал, что от иррационального зависит качество эксперимента, если я понятно говорю. Ну, по крайней мере, очень красиво. Давайте попробуем рассмотреть процесс работы над ролью, вне зависимости от того, что это за персонаж. Ну, скажем, вот эти разговоры с режиссером, да, это же очень рациональное звено. Вы логически пытаетесь выяснить, что вы делаете на площадке? Когда ты с ним общаешься, в общем, прежде всего, хочешь почувствовать его самого. То есть, причины, по которым он взял этот материал, каким он образом сам его чувствует, насколько я могу, в общем, отразить режиссера. Потому что актер, конечно же, является, ну, на мой взгляд, не только отражением материала, но и, прежде всего, отражением режиссера, который взял именно его по какой-то причине на эту роль. Ну, вы актер большого масштаба. И мне кажется, что для вас велик соблазн диктовать что-то режиссеру и отражать не только его в себе, но и себя в нем. Я бы здесь поправился. Я не думаю, что здесь правильно говорить про диктовать. Я думаю, что правильно говорить про предложения, которые так или иначе у меня возникают в результате этих бесед или в результате репетиций. Потому что мой мыслительный процесс по поводу этого материала, он не прерывается. То есть, может быть, он дома прерывается или еще в каких-то делах. Но когда мы репетируем, ты все время фантазируешь. Это для меня момент сотворчества. Неужели не возникает соблазна навязать свою волю? Неужели таких событий никогда не было в практике актера Максима Суханова? Ну, а что значит... Давайте конкретизируем. Что значит навязать свою волю? Ну, вот, значит, читается сценарий. Так. Вроде бы роль хорошая, но понимая, что вот так вот этот персонаж говорить не должен. У него должны быть какие-то другие... То есть не устраивают диалоги. Да, да. Ну, естественно, когда мы еще находимся на берегу, никуда не поплыли, я говорю о том, что материал вроде интересный, и, ну, допустим, там достаточное количество саспенсов присутствует, но диалоги никуда не годятся. Если со мной режиссер соглашается, то эти диалоги, наверное, будут переписаны. Это в досъемочный период. В досъемочный. А все должно происходить в досъемочный период. Ну, почему уже? Не всегда. Вот Томми Ли Джонс, да? Он иногда и на площадке придумывает... Олег, смешно, как вы рассказываете Максиму Суханову, как на самом деле происходит с досъемочной площадкой. Ну, он рассказывал об этом в программе в актерской студии. Он придумывает фразы, и эти фразы ложатся органично вот там, на площадке. Ну, прекрасно. У меня нет такой фантазии. Я не могу придумывать фразы, а тем более их навязывать. Но если что-то возникает, я предлагаю. Хотя, ну, сам всегда нахожусь в сомнении по поводу того, то ли я предлагаю или не то. Давайте лучше поговорим, как у вас происходила работа над довольно странным и малоизвестным, ведь, да, образом этим святителем Алексеем, о котором, в принципе, больше нужно придумывать, чем понимать. Мы, как мне показалось, сразу нащупали атмосферу фантастическую в этом во всем. Да, ведь он же должен творить чудеса. Дело даже не в чудесах, а дело в том времени, которое мы, ну, с одной стороны, как-то себе представляем, а в общем-то мы о нем ничего не знаем. Поэтому в равной степени мы можем говорить о том времени, это XIV век, так же, как, допустим, о 3000 каком-то годе в будущем. Это фантастическая история, да. И, естественно, те татары, которых придумывал Андрей, и как мы их себе видели... Я сейчас немножко уже говорю, как режиссер. Но вы же отражаете режиссера в себе. Вот он и начал говорить. И те персонажи, связанные с Русью, с Москвой, в общем, мы могли себе позволить импровизировать и как можно больше стараться не уходить в какую-то лубочность. Потом мы снимали, я думаю, нам удалось, мы снимали, когда температура воздуха была в 47 в тени. И я думаю, что эта атмосфера жары ужаса тоже в какой-то степени нам помогла. А вот сам процесс работы уже на площадке, он способен привести, скажем, вас к экзальтации определенной? Ну, я стараюсь заводиться всегда. И когда я читаю сценарий, я приблизительно представляю себе эти амплитуды уже. Это одно из условий моей любви к персонажу. Может, ты чего не договариваешь? Нужно, чтобы без ноги ходил, а без руки играл на дудке. Сейчас вы отразили в себе режиссера Прошкина, а в глазах зрителей, в общем, вы уже давно и привычно отражаете режиссера Мерзоева. Разница между ними, в чем она? Ну, всегда будет разница между людьми, которых ты отражаешь. Можно ли сказать, что один из этих режиссеров лучше вас понял? Или вы его? Ну, всегда чувствительность разная. Вы знаете, это как женщина, когда она несколько раз выходит замуж. Вот она начинает отражать мужчину, и я думаю, что всякий муж, он все равно, он может быть не похож на другого, да? И она тоже своими превращениями и отражениями заявляет о себе через мужчину. Давайте хотя бы тогда возьмемся за вашего персонажа. Ну, вот Борис Годунов ваш чем отличается от других Борисов? От Бориса Годунова Бондарчука, допустим. Я вообще не очень-то сравниваю все свои работы с какими-то еще. И вы знаете, если мне предлагается что-то, то для меня интереснее, чтобы все то, что уже было с этим образом связано, то, чтобы это от меня было как можно дальше. То есть вы отстраняетесь целеустремленно от этого? Да, мне как можно больше нужно от этого, от всего абстрагироваться. Опять же, повторюсь, для того, чтобы плотнее работать со страхами и с задачами режиссера. Что за страхи? Ну, страхи, возьмем это мое слово в кавычки, я имею в виду все то личное, глубокое, чем живет режиссер, когда он берет для себя проект. То есть вы как психоаналитик работаете и понимаете, почему режиссер занялся этим проектом? Я не очень знаю, как работает психоаналитик, но я точно понимаю, что мне необходимо чувствовать все то, что переживает режиссер, берясь за проект. Узнал ли ты убитого младенца и не было ли подмены? Отвечай. Клянусь тебе. Нет, Шуйский, не клянись. Ну, отвечай. Все те поступки, жесты его думы, они постоянно находятся в очень живом диалоге и в сомнении, несмотря на то, что он практически полную власть имеет над всем тем, что его окружает. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Мне бы хотелось перебросить литературный мостик от классики к, наверное, постмодернизму. Борис Годунов и в то же время фильм «Мишень», который поставлен по книге Сорокина. И как вам работается в столь разной фактуре? Ну, конечно, вопросы возникали по диалогам в сценарии «Мишень», и мы их дорабатывали. Это не значит, что Сорокин написал что-то, что непроизносимо, ни в коем случае. Просто так, как мы себе нафантазировали персонажа, возникали вопросы, вот лучше, может быть, чтобы он говорил вот так. Или был, допустим, менее многословен вот именно в такой напряженной ситуации. Все-таки мы достаточно репетировали до съемок сцены. А как же Сорокин отнесся к этим изменениям? Вы знаете, он очень щепетильно относится к тому, что говорят актеры. И, ну, естественно, если это все-таки не совсем уже расходится с его ощущениями. Да, но он работает, как сказать, наравне с режиссером. Если к нему мы обращались, то он всегда отзывался мгновенно на какие-то наши просьбы. Прохладно? Да. Здесь холодно и сухо. Ну что же, Максим, вы нас поразили серьезным подходом к делу. Ну, вы пригласите меня еще разок. Мы считаем, что это только паст номер ван. Окей. Мы приглашаем вас еще раз в нашу программу. Спасибо, я напросил. Спасибо. Спасибо. Спасибо.